Здравствуйте! Это программа «Свои люди» и я ее ведущий Антон Веселов. Это серия передач с теми, кто разделяет общие интересы, кто чем-то связан, близко связан. И вот сегодня у меня в гостях Женя Зейналов, пока еще не Евгений. Он говорит, что как только создаст полноценный, масштабный, гигантский, из ряда вон выходящий музей науки в городе Новосибирске, тогда его можно будет называть Евгением. Но пока это еще не наступило время, хотя за его плечами 4 музея науки. У меня тут какие-то цифры есть. 13 мобильных выставок, 10 развлекательных проектов, 300 экспонатов. Но это все-таки не тот эффект, которого Женя пытается достичь. И я предлагаю сегодня поговорить о популяризации науки, о тех необходимых минимумах и о тех возможных максимумах, которые мы можем реализовать прямо здесь, на Новосибирской почве. Женя, на каком уровне мы сейчас находимся? Здравствуйте, Антон. Мы обещали все это сразу не рассказывать. А вообще мы находимся на том уровне, что в мире существует музей науки, и их очень много, и они очень разные. И мы сами любим туда ходить, когда появляемся с другой стороны границы. И вообще, это нормально туда сходить. И это даже порой, ты из-за этого едешь куда-то, чтобы туда сходить. Они от 2000 до 60, там, и больше 1000 квадратных метров. И это история про, наверное, большинство стран мира, но почему-то ни одного музея науки нет в России настоящего. То есть музея науки, где есть множество экспонатов, где есть артефакты, где есть образовательные секции. И где дети могут, кроме того, что удивиться науке, еще сделать какой-то свой проект. Ну, у нас же музеи науки есть всевозможные. Они, может быть, не совсем настоящие, может быть, они игрушечные. В чем радикальная разница по сравнению с западными, например, музеями? Ну, потому что... Тут нельзя трогать, например, да? Это уже не музей науки. Совсем нет. Музей науки... А, для чего создавались музеи науки? То есть вообще, самым первым... Есть такое поверье, что музей науки был создан в 69-м году Фрэнком Оппенгеймером в Сан-Франциско. Это был музей-эксплораториум. И он считается официально первым музеем науки. Хотя на самом деле, первый музей науки был создан Яковом Осидоровичем Перельманом. 15 октября 36-го года он открыл свои двери. Он был в Санкт-Петербурге на фонтанке 36. Это был дом занимательной науки. И это был первый музей науки в мире. Мы и сейчас любим его книги. Где музей? Воссоздать. Музей закончился, к сожалению, в 42-м году. Потому что Яков Сидорович в блокаде Ленинграда, по-моему, в 43-м году умер. Часть экспонатов была закопана во дворе на фонтанке 36. А часть экспонатов увезена на Урал. И мы сейчас хотим найти эти экспонаты для того, чтобы восстановить экспозицию. Либо найти чертежи. И по чертежам установить те залы, которые там были. Сделать дом занимательной науки 2.0. Это первая наша идея. А вторая наша идея. С 36-го года прошло очень много времени. И есть очень много классных экспонатов, которые можно создать. Начиная от 10-метрового торнадо. Просто заканчивая 10-метровым огненным торнадо. Который на самом деле даже проще, чем обычно сделать. Это все какие-то страшные вещи. Мне кажется, как раз главная перемена, которая случилась с 36-го года. Это что достижения науки стали общедоступными. Мы ими пользуемся каждую секунду. Какими-то топовыми достижениями науки. Чего раньше, мне кажется, не было. Все, что вокруг вас есть, это достижения науки. Пашная наука. Это достижения науки, реализованы предпринимателями. И дальше будет еще больше. Вы вступаете в век ученых. Потому что все, что новое будет создаваться, будет создаваться учеными. Либо творческими людьми. То есть когда-то большинство рутинных процессов заменят роботы. И задача человека будет в том, чтобы придумывать. Одни будут придумывать, а другие будут пытаться занять себя. Потому что их работу будут делать роботы. А другие будут заниматься творчеством. У нас только золотой век. И вот мы хотим, чтобы дети уже сейчас... Подготовились. Ставили себе гораздо большие вызовы. Потому что чем больше цель ты себе поставишь в конце, тем даже, казалось бы, добившись малого прогресса, для тебя в достижении огромной цели, колонизации планет, сделать космический корабль для тебя, это будет маленькая цель, но для человечества это будет огромная цель. И вот, допустим, мы хотим... Есть буря, космический корабль. Один из двух. То есть есть буран, который погиб в ангаре, на Байконуре. Но есть второй, настоящий. Из-за попустительства. Космический корабль, который может летать. Это буря. Мы очень хотим привести бурю в Новосибирск. И пользуясь случаем. А если нас... Если у вас вдруг есть транспорт, товарищи, подбросьте. Если вы вдруг разделяете то, что... В городе науки должны быть вот такие артефакты. А если вы знаете о каких-то очень интересных вещах, мы хотим, чтобы вы нашли нас в АО-музей, группа ВКонтакте. Там есть все мои контакты. И мы очень хотим собрать вот такие артефакты вместе. Потому что, допустим, в Chicago Museum of Science and Industry, там сначала привезли подводную лодку, а потом вокруг нее построили и цех воды. То есть представьте себе ребенка, который увидел подводную лодку. То есть вы можете много пытаться заставить ребенка чем-то заинтересоваться. И это сложно. А когда ребенок видит подводную лодку... Мам, пап, я здесь в десять вечера... Ну, верните, я здесь в десять вечера. Заберите меня отсюда. Ой, когда он видит, что винты больше, чем у папы, когда он там... Когда в Калифорнии Science Center они видят Shuttle Endeavor, который несколько раз летал в космос. У вас будут все игрушки Shuttle Endeavor, все Lego Shuttle Endeavor, все раскраски Shuttle Endeavor. Он посмотрит все фильмы Shuttle Endeavor. И, в общем, как сделать так, чтобы ребенок захотел стать космонавтом? Ну, я вот за что волнуюсь. В непосредственной близости от Новосибирска совсем недавно был жив еще, например, Мастодонт. Один из таких огромнейших завоеваний, которым служил наш земляк Кондратюк. Не пережил, к сожалению. Очередной пожар, так же, как и Буран. Буря-то красиво. Это имеет непосредственное отношение к Новосибирску, к нашей взлетно-посадочной полосе, к развитию нашей космонавтики внутренней. У нас есть замечательные самолеты, которые под боком. Но вообще здесь много чего интересного происходит, чего не нужно откуда-то издалека везти. Я хотел вот такой главный вопрос задать. В чем все-таки отличие вот такого невероятного по своим масштабам музея будущего, ну, который рано или поздно случится в Новосибирске, от тех ВАО-музеев, которые Женя Зейналов уже реализовал? А, вот как раз. Почему нельзя по мелочи-то начать и красиво так потихонечку раздувать, а потом уже и лодку, и самолет, и бурю, и все остальное? Мы сделали четыре музея по тысяче квадратов. Ну, то есть я... Даже маленький музей. Я, в общем, уже сделал четыре тысячи музейных пространств. Я уже начал с среднего такого музея, как бы я уже разбираюсь. На самом деле, это следующий шаг. Для этого нужны инвестиции. И мы вот сейчас, грубо говоря, это краудсорсинг. То есть мы как раз сейчас просим компанию, которые являются налогоплательщиками в нашем регионе, которые компании из Новосибирска помочь нам сделать Новосибирск, который считается городом науки, городом, где эту науку можно показать. Потому что у нас порой бывает, что... Все приезжают и говорят, ну, вы же, вы же наука, вы же академгородок, мы же все знаем. Покажите нам что-нибудь. И вот тут бывает, что нам порой нечего показать. И мы как раз хотим визуализировать то, чем занимаются знаменитейшие компании из Новосибирска с помощью наших экспонатов. То есть мы хотим это привязать к городу. Я очень люблю Новосибирск. Я хочу, чтобы в Новосибирске появился первый музей науки. Тем более, что у нас, допустим, есть Сибния, Чаплыгины, в котором стоит киль от бурана, хвост от бурана. То есть у нас в Новосибирске есть очень много артефактов. Их надо просто собрать, привести в выставочный вид, что мы готовы взять на себя. И потом выставить у нас. Плюс все равно артефакт – это вещь, которая вдохновляет, удивляет. Но важно понять, как это все работает. И вот как раз мы, допустим, создавая зону авиации, мы ставим туда артефакт. Это называется Iconic Exhibit. То есть это то, вокруг чего строится экспозиция. И туда уже добавляются все эти эксперименты. Интерактивные экспонаты добавляются, которые объясняют, почему, допустим, самолет летает, как устроено крыло, какие есть разные виды крыльев, почему одни взлетают, другие не взлетают. Как вообще что-то тяжелее воздуха может летать. Или там как что-то тяжелее дерево может плавать. Металлические корабли почему плавают. Вот мы как раз это все иллюстрируем. И у нас каждый музей начинается с простого экспоната. У нас есть теорема Тифагора экспоната. И мы все учили теорему Тифагора. Это самая популярная теорема. У нее есть 365 доказательств. Все ее знают. Когда мы спрашиваем, показывая наших экспонатов, что это такое, люди вообще не знают. Мы говорим, окей, какие вы видите фигуры? Они видят треугольник. Мы говорим, какой это треугольник? И вот, как хороший экзаменатор, подознаст столько наводящих вопросов, мы наконец-то добиваемся того, что какая самая популярная теорема про треугольники, теорема Пифагора. Но когда мы спрашиваем, во-первых, как звучит теорема Пифагора, все говорят, Пифагоровы штаны во все стороны равны. Это вообще ничего общего не имеет теорема Пифагора. Это как раз неправильно. Вот. А второе мы спрашиваем, то есть когда мы узнаем, да, что в прямоугольном треугольнике, прямое, что это главное, что забывают все. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Мы говорим, что такое квадрат гипотенузы? Все, ну это гипотенуза умноженная сама на себя. У нас на экспонате прямо, то есть там видно, то есть там вот треугольник, и от них идут квадраты. Но они с жидкостью, они переливаясь, они как бы визуализируют теорему. И когда мы показываем, что вот это вот гипотенуза, вот это вот квадрат гипотенузы. А-а-а, люди понимают. Мы говорим, представляете, вам, допустим, 45 лет, вы изучали эту теорему в школе, вы ее даже знаете. Это мой случай. Но вы тогда ее не поняли, и сейчас, спустя столько времени, спустя 4 академических часа, когда вы ее изучали, 3 астрономических 180 минут, вы тогда ее не поняли. А сейчас за минуту мы объяснили, показали, и вы поняли, что это такое, и как это, кроме этого, мы рассказываем, где это применяется, все остальное. То есть мы объясняем вам науку и то, что вы изучаете в школе, то, что окружает вас в жизни. В 180 раз быстрее и проще, чем это делают в школе. Потому что учиться по учебнику это 17 век, 18 век. Но когда у вас есть возможность учиться на практике, есть такая штука, пословица, которую все музеи науки воруют в себе, что расскажи мне, я забуду, покажи мне, я запомню, дай мне сделать, я пойму. Вот мы даем сделать. И когда человек делает сам своими руками, он все понимает, как устроено, либо у него появляются вопросы, почему в зависимости от тех или иных условий эксперимента происходят разные результаты, и мы это объясняем. И человек такой, а, я понял, вот этим занимается музей. Вы пришли, и вы поняли у нас. А еще вы заразились любопытством. То есть мы всем взрослым говорим, что, и мы взрослые, то есть я взрослые спрашиваю, это музей для детей? Мы говорим, ну вы же видели бесконечность? Ко всему прочему, мне кажется, эта тема экспериментальная, вообще эксперимента, это еще и очень коммерческо-емкая тема. Сейчас каждый хочет свою собственную табуретку собрать, попробовать какие-то свои части своих идей, которые он пытался реализовать в школе, но ему этого не дали, к сожалению. И вот он сейчас хочет, значит, задним числом отработать то, что хотел в детстве. Таких идей масса, в том числе и желание взрослых детей и самых разных представителей самых разных возрастов попробовать что-то своими собственными руками вот прям в деле испытать, что ли, вот так скажем. Во всем мире это стоит очень дорого, выстраиваются очереди, в том числе и из наших людей, и желающих отдать свои деньги вообще не оскудевает вот этот вот поток. Почему на российской территории такой коммерческо-емкий сегмент до сих пор никем не занят? Вот мне непонятно. Это называется мейкерство, мейкер-спейсы, фаб-лабы. И вот как раз конкретно такой формат музея науки мы хотим реализовать совместно с Лигой роботов, где был бы музей, в котором вы заражаетесь любопытством наук и понимаете ценность того знания, которое вам хотят дать и в школе, и вообще в тех обучающих, обучающих литературе, которые вы читаете. А второй уровень это пойти на секцию, которая может быть от разового занятия до сейчас в Лиге роботов есть образовательная траектория на 8 лет. Стать проектировщиком. Вы можете на 8 лет пойти учиться, изучать инженерное дело и создавать свои проекты. Мы хотим сделать такой центр, где кроме музея будет множество секций абсолютно разной направленности, которые смогут стать центром дополнительного образования для вас на вашу оставшуюся жизнь. То есть мы верим, что сейчас тенденция, что торговые центры и вся торговля уходит в онлайн, и когда-то торговые центры останутся центрами комьюнити, и центрами сообществ, и центрами доп. образования, и центрами развлечения. Где нужно собраться вместе и чем-то интересным позаниматься. Сейчас такая ситуация в Швеции, это называется интертеймент-центры, то есть развлекательные центры. И мы верим, что музей это такая огромная воронка, которая привлекает людей в такие центры и создает поток. Это новый формат. Это называется эдютеймент, то есть это education плюс интертеймент, то есть образование плюс развлечение. Вот эдютеймент их совмещает, это полезное развлечение. Если вы идете просто играть в игровые детские автоматы, допустим, ребенок, выходя оттуда, ничего не выносит. А здесь мы, хоть мы и говорим о том, что мы музей, мы веселое времяпрепровождение. Но в процессе экскурсии, в чем отличная особенность, допустим, вала музея и всех музеев, которые мы делаем, мы проводим экскурсию даже для одного человека. И в отличие, допустим, от формата, когда над каждым экспонатом есть таблички, вы можете просто их прочитать, а можете не прочитать и не понять, как это сработало, мы проводим для вас экскурсию в процессе, в которой рассказываем, почему это так работает. Мы задаем вам вопросы, то есть это, есть несколько форматов взаимодействия. Непонятливые люди остаются на объекте до тех пор, пока не станут понятливыми. Пока они часто не присоединят на стуле с гвоздями, пока они не разубедятся в том, что это не магия, а физика, они никуда не уйдут. То есть, есть несколько типов взаимодействия в музеях, это вот такая, то есть, есть когда просто экспонаты, таблички. Это совсем первый вариант, он никак, ну, то есть, это не взаимодействие, это у вас... Примитив. Вы хотите, читаете. Второй вариант, это экскурсия, экскурсия, это вычитка лекции. Это тоже неинтересно, и мы своих детей отучиваем. У каждого один скрипт, людей много, а скрипт один. Да, эксплейнеров мы от этого отучиваем, потому что кто-то пришел за знаниями, а кто-то пришел развлекаться, не надо давать им одну и ту же, в общем, пищу для ума. Есть вот, есть третий вариант, это эксплейнеры, это эксплураториумовское слово, эксплейн, объяснять, объясняющики, они, то есть, у нас стул с гвоздями красный, и он говорит, «Задите, почему стул с гвоздями красный?» спрашивают у посетителей. Говорят, «Ну, чтобы крови не было видно, а теперь садитесь». После этого энтузиазма людей садится, возрастает. Многогатно, и каждый экспонат, они представляют в виде маленькой игры, маленького шоу, в котором они задают вопросы, рассказывают какие-то интересные факты. мы вокруг стула с гвоздями можно провести экскурсию на полтора часа, то есть, мы рассказываем, что на самом деле и сноуборд это про стул с гвоздями, и иголка это про стул с гвоздями. Вопрос своего позиционирования, А на самом деле, почему вы катаетесь на коньках, знаете? Почему? Почему коньки катятся по льду, хотя стекло гладкое? По стеклу коньки не катаются. Почему? Потому что у лезвия настолько маленькая поверхность, что весь ваш вес приходится на эту маленькую поверхность, и из-за огромного давления лед плавится под коньком, и на самом деле вы катитесь по воде, которая моментально за коньком замерзает. И вот, возвращаясь к тому, что взрослые думают, что музей для детей, взрослые, когда узнают эти факты, у нас есть экспонат, который объясняет, почему не падает велосипед. Почему велосипед не падает? То есть, когда я спрашиваю тебя, ну, ты идешь, и вновесишь что-то еще. Мы говорим, а когда вы стоите, он же падает? Ну да. То есть, что-то из-за движения. То есть, что-то с викторией. Да, лекция, лекция рассказала об этом все сразу, а мы заставляем человека задуматься о том, правда, это же по-разному. А потом у нас экспонат, есть просто колесо, он висит на проволоке, и оно висит, ну, то есть, вот так оно болтается. Ну, когда мы его раскручиваем на этой же проволоке, потом отпускаем, оно вот так остается висеть, раскрученное. Ну, пока крутится, он так висит, и все. Чудо! И мы говорим, да, о том, что, ну, вы же до этого знали, как работает велосипед. Поэтому, чему вы удивляетесь? И вот, как раз, для взрослых, то есть, если ребенку показать космический корабль, он скажет, я знал, я видел, я в Игорях видел, точно знал, что он есть. Взрослому, если даже дирижабль показать, он будет в шоке. Потому что дети каждый день потребляют новую информацию. Они с первого, по одиннадцатый классам каждый день все сложнее и сложнее рассказывают. А взрослые, научившись чему-то, они потом идут одной какой-то проторенной дорогой. Порой, часто не заставляя себя удивляться, это вот называется тренировкой внутреннего ребенка. То есть, мы вас, у нас, когда взрослые приходят, мы говорим, вы давно удивлялись чему-то? И мы всем говорим, что мы гарантируем, что мы вас удивим. Мы вам расскажем то, чего вы точно не знали. То есть, когда мне рассказывают, мы не разбираемся в физике, я вообще менеджер организации и образования. У нас есть обучающие, люди, которые обучают экскурсоводов, и они когда нам рассказывают, типа, вы знаете, что вы экспонаты сделали своими? Типа, ну, он показывает, там, тот, тот. Говорит, ну, вы знаете, что вы видите? Три цвета, красный, зеленый, синий. И все. У вас три колбочки в глазах. Все, что вы видите, у желтой стены, это неправда, другая длина волны у желтого цвета. И люди, когда они это все видят, когда мы... То есть, они подходят, там просто белая стена, а они поворачиваются, там красный, зеленый, синий прожекторы светят. Мы говорим, почему? И вот, он говорит, вот, представляете, так и работает, да, ну, допустим, а вот с красками, сейчас многие подумают, а если мешать три таких краски, белый не получится, потому что это, типа, графские цвета, это как раз другое. Но дизайнеры все знают про это, все фотографы знают про это, потому что они выстраивают цветокоррекцию, и они знают, что они только с тремя цветами работают. И там, у кого есть струйный принтер, у вас тоже как раз... Мне кажется, еще один, так сказать, рынок, еще одно большое направление, это второе открытие. Вот мне как раз, обо мне практически шла речь, чуть-чуть выше, человек 44, ну, там, 45 лет, когда дети уже, старшие дети выросли, они заканчивают школу, поступают в вузы, и им нужно что-то простое, как кажется до сих пор инженеру с высшим образованием, но уже плохо помнимое, быстренько рассказать. А это сделать очень сложно, потому что все забыл, и как это, из чего складывалось, непонятно. И это, мне кажется, самый большой такой рынок, потому что все мы родители, у всех у нас есть дети, которые как раз это заново проходят то, что мы уже когда-то открыли. Хорошо, плохо, это там третий вопрос. Но мой-то интерес связан с точкой старта. Все-таки мы сейчас где находимся? Что нужно для того, чтобы такой гипермузей создать? Там, не знаю, миллион долларов, или консорциум? Полмиллиона долларов. Всего-навсего. Полмиллиона долларов и две тысячи квадратных миллионов. Это должен быть консорциум из крупнейших наших инвесторов. Или это не обязательно наши могут быть инвесторы, международные фонды, может быть, президентский грант какой-нибудь. Из чего складывается современный успешный музей? Когда мы еще в 2011 году начинали, к нам на Интеру приезжал Гэри Делякот. Это человек, который 14 лет возглавлял эксплуатериум. И он рассказывал о том, что ему достался эксплуатериум в том состоянии, когда он был готов умереть. Ну, типа, секрет успеха любого музея это когда он стоит на шаге до гибели. Тогда вы очень точечно вкладываете... Вы очень точечно вкладываете средства только в те экспонаты, которые будут работать, не распыляясь на экспонаты, которые работать не будут. И он сказал, что он пошел в крупнейшие четыре компании Силиконовой долины, потому что это Сан-Франциско, и попросил по миллионам долларов Google, Apple, Microsoft и кто-то еще дали по миллионам. Было 4 миллиона долларов, которые позволили спасти музей. Мы сейчас ходим к крупнейшим новосибирским компаниям. Среди которых нет, к сожалению, ни Google, ни Microsoft. У нас есть свои прекрасные компании, и уже одна компания. Пока мы не подписали соглашение, но у нас будет БелАЗ, потому что все детские энциклопедии устроены так, самая маленькая, самая большая, самая большая машина это БелАЗ. Мы попросили у одной новосибирской компании БелАЗ, нам дали. И под колесо поставить какую-нибудь самую маленькую машину. Это ребенок. Под колесо мы поставим ребенка, при том, что вы родители поставите там своего ребенка. И будете долго щелкать сам себя. Потом сами встанете, потом вы вместе залезете по лестнице в кабину, потому что все знают, что в чем фишка БелАЗа. Он настолько огромный, что надо по лестнице подниматься в кабину. Вот мы дадим это попробовать. Вот в этом смысл музея. Не на картинке увидеть БелАЗ, а залезть в него и увидеть, что это такое, ехать в такой машине. Мы вот этим занимаемся. Музей это про анэкспириенс. Музей вы никогда нигде не почувствуете то, что можете почувствовать у нас в музее. Никто для вас не будет строить комнату полностью с зеркалом. Никто для вас специально не будет делать кровать с гвоздями. Никто не будет притаскивать БелАЗ в какую-то площадку ремонтировать его. Давайте вам в нем сидеть. Мы делали музей в Новосибирске, а до этого делали фабрику гемиев. И в музее стоит кабина фрейдлайнера. Это огромный грузовик американский. И все дети выходя хотят стать дальнобойщиками, потому что там сзади двухъярусная кровать. Это их выбивает. То есть не машина, не двухъярусная кровать. Был расчет, еще был расчет абсолютно другой. детям нравится двухъярусная кровать. абсолютно неожиданно, что в кабине от такого грузовика им нравится именно это. И мы хотим, познание начинается с удивления. Мы говорим о том, что, допустим, учителя физики, которые к нам ходят, мы им говорим о том, что, если ребенок будет вам задавать вопросы, и если ребенок... Если вы сумеете разинтересовать, у вас больше не будет ни одного урока, они сами будут вам задавать вопросы каждый урок, как это устроено, как это, почему так. То есть, главное, эффектно, хорошо заразить их любопытством, и еще важно... Остальное сделает природа сама. Важно еще им рассказать о том, что то, чему вас учат в школе, вас просто, ну, вас учат уже не так. Но эти знания, они важны, они ценны, вы ими воспользуетесь. Вот как, вот как это работает. надо попробовать через себя пропустить ток, для того, чтобы понять. все-таки где мы сейчас находимся. Я понимаю, что возможно появятся какие-то инвесторы, они сложатся экспонатами, может быть, даже деньгами, но это такой гигантский, судя по всему, и территориально, это инфраструктурный, огромный проект уровня, не знаю, нового ЛДСа. То есть, это нечто такое, о чем должен говорить, делать и реализовывать весь город, а может быть, целая область. на данный момент мы рисуем музей. Мы уже расставляем экспонаты в 3D-проекте, мы в поисках площадки, если вы хотите, чтобы таких экспонатов разрешались. пол, ну пол и потолок у нас вообще минимальный требование. Сколько, 5 тысяч? Мы остальное сделаем. Мы хотим сделать сначала, то есть, наша задача сделать первую итерацию небольшого музея, в которой показать, то есть, мы бизнес, у нас музей финансово успешный, мы честно все делаем с точки зрения, мы не рассчитываем на гранты, ни на что. Но окупаемость полумиллиона долларов, это страшно даже представить. Сколько миллионов рублей? Меньше года. Меньше года. Меньше года? Меньше года. Ну, в этом смысле нет. Давай, мы не будем, ну, в общем, финансовая модель прощает. Эта история, просто есть очень большая потребность в этом, а таких центров нет. Допустим, есть выставка роботов, которая 60 тысяч человек собрала за месяц. За два месяца, ну, если бы ее посещали два месяца, затраты на музей купились бы. Вот, поэтому, ну, потребность есть. В шестичасовой агломерации вокруг Новосибирска живет 17 миллионов человек. И все они хотят в музей науки. А самая популярная экскурсия в Новосибирск это аквапарк, планетарий, зоопарк. Планетарий, допустим, создавался, и он сейчас одной из визитных карточек города, потому что на самом деле до создания планетария вы, наверное, тоже не думали, что есть столько людей, которые ему вообще интересно пойти на астрономию посмотреть. Там уже рассказывают про созвездия, про звезды, про сверхновые, нейтронные звезды. Господи, о чем это, да? Вот, а оказывается, есть такие дети, которые... Что происходит у нас в музее? То есть мы когда... Музей, он не просто про музей науки, он на самом деле совсем гораздо глубже. То есть у нас бывает, приходят родители с детьми, и родители порой в силу загруженности, в силу, там, не все родители, педагоги не знают, как правильно взаимодействовать с ребенком, и музей для того, чтобы узнавать своих детей. У нас приходят родители с детьми, и когда мы спрашиваем, это черная дыра, мы взрослых спрашиваем, почему черная дыра черная? Взрослые, как правило, не очень знают, почему черная дыра черная. Потом мы спрашиваем, он говорит, ну как, когда частица света, фотон попадает в горизонт событий, из-за огромного притяжения гравитации черной дыры, он не может ее покинуть, если не иметь достаточно энергии. Поэтому можно сказать, что свет не может покинуть пределы в черные дыры, поэтому черная дыра черная. Сыночка, а с кем ты сейчас разговариваешь? И родители... Перекормили парня. Да ты кто? Наш ребенок такого не знает. И вот тут мы говорим, что может быть вы никогда не разговаривали о том, что ему интересно, может быть он знает, и вот тут происходит второе узнание закона, второе узнавание ребенка своего, что на самом деле может быть он гораздо глубже, гораздо более интересный, вещами интересуется, но у него не было возможности вам рассказать об этом. Дайте детям и себе шанс. Да, у нас происходит такая история, что и родители очень сильно раскрываются, когда они оказываются с ребенком, они начинают рассказывать те вещи про экспонаты, которые они знают. На самом деле, мы дополняем всегда свои экскурсии фактами, которые нам рассказывают родители. Допустим, что гироскоп, он применяется не только, у нас есть гироскоп для компаса, совсем маленькие гироскопы стоят у вас в телефонах, а есть огромные гироскопы, которые ставят военные корабли для того, чтобы он шел через волны. Стоят три гироскопа в корпусе, и он разрезает волны и проходит их насквозь. И люди служили на этих кораблях, они это рассказывают нашим экскурсоводам. И они рассказывают, когда собираются экскурсоводы, то есть мы их собираем, чтобы они выслушали новую информацию, и вот тогда ребенок смотрит на родителей на совершенно другими глазами. Ребята, у нас появился замечательный повод испытать это чувство, когда наши дети посмотрят на нас с восхищением. Дай бог музей науки под руководством Жени Зейналова, за плечами которого уже есть несколько музеев, и представляется он как ни много ни мало создатель ВАУ-музея. Я надеюсь, что этот музей, большой музей науки, тоже появится в Новосибирске, мы туда все вместе придем и испытаем вот это чувство, дорассказывая за его сотрудниками те вещи, которые мы сами знаем, как взрослые. Я напоминаю, что эта программа «Свои люди». В гостях у нас Женя Зейналов. Увидимся. Меня зовут Антон Веселов.